Приветствую вас, хотел бы сразу предупредить, что некоторые вещи, которые я скажу, будут возможно неприятными для вас, будут возможно трудными для вас, для восприятия вашего, будут трудными, предупрежу о том, что некоторые вещи могут показаться вам вообще крабельными и расходящимся совсем. С тем, что вы знали до этого, и со всем тем, что вам, например, говорили, что вам вначале, что вы любили и во что вы верили. Смотрите, смотрите, вот первое, с чего хочется начать, это с того, что мне кажется, мне кажется, что свою проблему, вот именно проблему ребенка, да, вы решать не хотите. То есть, у меня есть столько ощущений, что вы не готовы реально, именно реально, что-то делать, для того, чтобы ситуация изменилась. Почему я так решил? Потому что очень мало вы написали текстов про своего ребенка. То есть, нет ни истории, вашей истории, истории ребенка, истории важных взаимоотношений с ребенком, понимания между вами и так далее. Нет информации об отце, то есть, вот, как у него отношения с отцом складываются. Есть ли у него отец вообще, почему вы говорите, что у меня сын подросток, да, и потом говорите, что он их сделает для вида, чтобы мы отстали. Кто мы отстали? Почему мы отстают? То есть, вот такие моменты, они, на самом деле, говорят о том, что, а, вы не верите в то, что ситуацию можно изменить, и, б, что вы сами, ну, не очень заинтересованы в том, чтобы ситуация как-то вот исправилась. А в этом ключе, вот в этом контексте, обычно происходит такая история. Вот, а, вам Игорь Летучий, например, приглашил забрать компьютер у сына, да? Ну, а чего, чего такого? Ну, ничего себе такой вариант решения проблемы. Чтобы ребенок ради получения чего-то, делал то, что ему не нравится, например, или то, что вызывает у него обращение. Да? Да? Допустим. Ну, ничего, ничего, такой вариант себе. Понимаете, если вы склонны к этому, то вы его выберете. И вы знаете, он даст свои плоды, возможно. Ну, вы можете пойти дальше, вы можете лишать своего ребенка чего-то еще более важного, еще более нужного, еще более ценного для него. Вы можете в этом направлении идти. Будет ли это хорошо для ребенка? Вряд ли. Будет это хорошо для вас? Да. Потому что вы, в итоге, будете получать то, что нужно. То есть, вы будете получать именно тот результат, который вам нужен. И вот здесь ключевой момент. Вы хотите чего? Чтобы ребенку было хорошо или чтобы вам было хорошо? Если вы хотите, чтобы ребенку было хорошо, это одно. Если хотите, чтобы вам, это другое. Потому что, если вы хотите ребенку принести счастье, действительно счастье, счастье, то нужно вести себя одним образом. Нужно, например, подробно разбирать, почему ребенку ничего не нужно. Что это значит, ребенку ничего не нужно? То есть, ничего не нужно, это как? Или вы считаете, что это школа и есть все? То есть, ничего не нужно, это обобщающее такое утверждение, да, что ребенку ничего не нужно. И тут же вы говорите про школу, про школу, что ему абсолютно пофигу на школу. Так что, школа это и есть самое главное, по-вашему. Но если вы хотите для ребенка, если вы хотите ребенку счастья, то нужно в первую очередь подумать, почему у ребенка выработалось такое отношение к школе. В результате чего у него сложилось такое впечатление о школе? А может быть, ему в школе что-то не нравится? Может быть, он в школе испытывает какие-то проблемы, что не хочет идти в школу? Может быть, у него со школой связаны какие-то, ну, неприятные моменты? Может быть, дело еще в чем-то? Например, вот в том дело, что вы его заставляете постоянно делать уроки. Зачем? Зачем? Кто учится, вы или он? Кто? Хочешь? Вопрос, да? И ребенок знает, что если он чего-то не будет делать, то всегда будете вы, всегда есть вы, кто будет рядом и кто поможет, кто заставит. Кому не очень-то важно, хочу я делать уроки, не хочу я делать уроки. Кому важны оценки, то есть субъективные какие-то, ну, субъективные критерии успеваемости. А не мой внутренний мир. Понимаете? И вот как, по-вашему, ребенок будет в такой ситуации себя вести? Вот именно так. Далее, вы говорите, значит, что ему больше наш голос не скажет, что нужно делать уроки. Что у ребенка отсутствует мотивация учиться. В учебе он не видит ничего хорошего для себя. Ничего хорошего, что совпадало бы с его интересами. Какие у него интересы? А что ему нравится? Понимаете? Вот об этом нужно разговаривать. Пока вы представляете мне таким, знаете, гиперопекающим строгим родителем. Который абсолютно зажимает на корню любую инициативу ребенка. И хочет, чтобы мальчик делал только то, что нужно вам, по вашему мнению. А вы знаете, для чего нужна школа? А вы знаете, для чего нужны оценки? Например. Вы знаете, что оценки изначально призваны только за тем, чтобы показать, насколько ребенку даются те или иные предметы. Понимаете? Понимаете? И что? Ребенок не учится только потому, только потому, что А. Его в школе не учат сотрудничеству. И в школе жесткая конкуренция, индивидуализм. Б. Ребенку некомфортно в школе. И В. А вы выставляете школу как работу, как обязаловку, как обязанность. У тебя должны быть хорошие оценки. Зачем? Хорошие оценки. Кому нужны хорошие оценки? Что они дают хорошие оценки? Как они развивают внутренний мир ребенка? Хорошие оценки. Что для вас важно в ребенке? Вот именно вам в ребенке что важно? Далее. Вы говорите, значит, вранье это больная тема. А знаете ли вы, что такое вранье? Ну, вообще, то есть вранье. Вранье это непринятие себя. То есть это непринятие своих желаний. Вранье это по сути дела, знаете, как вам сказать, такой компромисс между тем, чего хочу, например, я, и тем, чего хочет, допустим, от меня моя мама. Ну, допустим, просто в качестве примера. И это выход для ребенка. То есть он знает, что вы его желания не поймете. У него нет ощущения, что вы его желания поймете. И он понимает, что вы от него не отстанете. Он понимает, что вы все равно будете требовать от него того, что нужно вам. Игнорирует того, что хочет он. Он вам и врёт. Именно по этой причине. Потому что у него по факту нет выбора. А чтобы он не врал, нужно убрать мотивацию врат. То есть, грубо говоря, нужно, чтобы ребёнок ответил вам, например, на вопрос «Зачем он врёт? Почему он врёт?» Вы всегда увидите в этом конфликт ребёнка. Глубокий внутренний конфликт. Понимаете? Поэтому здесь нужно обращать внимание на то, ради чего ребёнок курёт. И, соответственно, уже исходя из этого корректировать своё поведение по отношению к нему, чтобы у него не было мотивации врат. Вот. Это то, что вы можете сделать сами реально. при условии, при условии, если вы ориентированы на ребёнка. При условии, если вас интересует его счастье, если вас интересует его настроение, его желание. Понимаете? если вы вникаете в проблемы своего ребёнка. Если вы ориентированы больше на себя и на то, что надо, нужно, то эффективно делать так, как предложил Игорь Летучий. эффективно делать так. Здесь можно, конечно, объяснять ребёнку, почему вы это делаете. И устанавливать чёткие границы, чёткие рамки. этого. То есть, вот, например, ну, например, я, допустим, делаю, делаю, вот, что-то, то-то, да? Допустим, я делаю, вот, ну, по отношению к тебе. вот, что-то неприятное. А, потому что ты должен учиться, например, вот, потому что ты не учишься, но если ты будешь учиться, то, соответственно, как бы, как бы, я изменил своё поведение и буду относиться к тебе по-другому. Вот. Вот. Здесь такая, знаете, своего рода договорная основа получается. Но для этого ребёнок должен именно чувствовать себя партнёром. Понимаете? Он не должен чувствовать себя как бы слабее. А пока именно это он чувствует. Пока. Знаете, вы, вы сильнее его. И вы как бы забываете о том, что вы сильнее его, и вы подавляете его. А он, он от этого, он от этого защищает. От того, что вы его подавляете. Вот. Что, в общем-то, является вполне нормальным. Особенно для мальчика, подростка. Вот. Далее. Далее. Опять же. Принимая во внимание договорную основу, да, если вы ориентированы именно, вот, всё-таки, всё-таки, в большей степени на то, чтобы человек делал именно, вот, то, что нужно вам. эм, то, вы говорите, о том, что, знаете, чего хочет ребёнок. Ну, просто, что ему нужно. И, знаете, как он может это получить. И, предлагаете ему варианты действий. для этого, да, это было, чтобы, он мог, эм, получить, то, что, он хочет. Вот. Но. Но. Есть и, эм, другой, момент. выход. Есть и, другой выход. Вы можете, не, принуждать, своего ребёнка, к тому, чтобы, он, ээ, делал, то, что нужно вам. Вместо этого, вы можете, хотеть, чтобы, эээ, хотеть, чтобы, эээ, ребёнок делал просто, что интересно ему, что это оставляет ему удовольствие. Можете хотеть ребёнку своему счастья. На самом деле. И, эээ, если он делает что-то во вред себе, именно во вред себе, то высказывает, эээ, свое, свои переживания, не принуждением, к чему-либо, а, например, эээ, сожалением, например, эээ, расстройством. Если он делает что-то во вред вам, от чего именно вы страдаете, от чего именно вы переживаете, что это, так же, эээ, нужно высказывать. Но, заметьте, пожалуйста, что есть разница между тем, когда вы высказываете, что-то касаемо, эээ, Например, себя, да, то есть вы высказываете что-то, что напрямую влияет на вас, допустим. И когда вы высказываете что-то, что напрямую влияет на самого ребёнка. То есть, когда вы посягаете на его личной границе, скажем так. Это абсолютно разные вещи. Это абсолютно разные направления в модели поведения. И когда вы высказываете недовольство по поводу того, что он сделал по отношению к вам что-то не так. И высказываете его, ну например, грамотно. То ребёнок понимает, что он перешёл границы. Что он перешёл черту. Определённую черту перешёл ребёнок. Надо понимать. А когда вы говорите ему о том, что он сделал что-то не так. Что у ребёнка складывается впечатление. Что вас радует только то, что вы сами себе, назовет, ну, вообразили хорошим и полезным. А не то, чего делает он. И он начинает от этого защищать. Дальше. Дальше. Момент. Момент, связанный скорее с окружением ребёнка. Знаете, мама, пока у меня складывается ощущение, что вы одна воспитываете своего сына. Вот. Отца нет у ребёнка. Так вот. Мама не может быть для своего сына эталоном поведением. Мама не может быть для своего сына образцом поведением. Она может показывать ему, как нужно себя вести. Она может показывать ему, что нужно делать. Но ориентироваться, ориентироваться ребёнок всегда будет на мужчин. Как и стремиться быть похожим. Он будет только на мужчин. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок развивался в норме, насколько это возможно сейчас. То постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы в его жизни появился мужчина. Чтобы в его жизни появился авторитет. Мужская фигура, которая вызвала бы в нём восхищение. Которая бы вызвала в нём потребность и желание быть похожим на неё. На фигуру. На фигуру. На фигуру. На фигуру. На фигуру. Мужскую. Вот. И если вы сделаете так, то это будет гораздо лучше. Да. Ага. Мальчик, может быть, может быть, не будет учиться хорошо. Но, по крайней мере, по крайней мере, в жизни он будет чувствовать себя гораздо увереннее. И в жизни он будет обязательно таким образом чего-то добиваться. А сейчас вы ему внушаетесь, что он ни на что не годен, что он ничего не может, что он должен ориентироваться только на внешние какие-то субъективные оценки. Вот. Которые его могут совершенно и не волновать, потому что он не понимает, а зачем? Зачем мне это? Ну, если мне это не интересно. Понимаете? Какая история. Ну, выбирать здесь вам. Конечно. И в первую очередь необходимо понимать, что ребенок, проблемы ребенка, это отражение собственных проблем. И то, что ваш ребенок не хочет учиться, это бунт. Но это скорее бунт ваш. Это ваш собственный бунт против какой-то системы, против каких-то устоев, против каких-то точек зрения, против каких-то позиций и так далее. Это ваша неудовлетворенность жизнью, которую ребенок чувствует и которую ребенок воплощает в жизнь. Но это то, в чем вы себе сами признаться не можете уже очень давно. Скорее всего, никогда. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок начал действовать как-то, ну, хорошо, как-то более организованно, да, более конструктивно, то также нужно начать действовать вам в этой ситуации. Также нужно начать действовать вам. То есть, вам нужно слушать себя и свои желания. Вам нужно действовать так, как вы хотите. Вам нужно показать ребенку, как это здорово делать то, что нравится, а не то, что нужно. И тем самым, вы убереживаете ребенка от того, может быть, деструктивного пути, по которому он идет сейчас. То есть, сперва обратите внимание на свои собственные проблемы. Вперва обратите внимание на свои собственные противоречия, преди чем решать противоречия ребенка. Благодаря своей интуиции ребенок считывает все ваши трудности, проблемы, препятствия и так далее. И действует в соответствии с ними. Поэтому вы так и хотите поменять своего ребенка. Поэтому вы так и хотите, чтобы он наконец-то начал делать то, что нужно. Потому что, глядя на него, вы вспоминаете себя. Глядя на него, вы, скорее всего, чувствуете, что это вы, это ваше желание. То у ребенка получается то, чего не получилось у вас. И вам от этого становится не по себе. Потому что, если признать поведение ребенка правильным. Если признать поведение ребенка, ну, по крайней мере, более заботливым по отношению к самому себе, чем ваше. То придется признать, что и вы вели себя неправильно. А это больно. Особенно если учесть, что, ну, если предположить, что вы без мужчины воспитываете своего ребенка. Вот. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, об этом. Прежде чем, значит, работать с ребенком, да, нужно сперва поработать с собой. Потому что нельзя наставить кого-то на истинный путь, если у вас есть проблема. А поскольку вы описываете своего ребенка, который не хочет учиться, для которого учеба, развитие – это проблема. И пока для вас это не перестанет быть проблемой, вы ничего своему ребенку не сможете донести, кроме лжи. И здесь еще один неприятный момент. Лгать ребенок научился у вас. Скорее всего, вы много лгали ему, много говорили того, что ему хотелось бы услышать, а не того, что есть на самом деле. И вот, и вот, пожалуйста, ребенок научился это делать. Теперь вам нужно говорить ему чистую правду, чего вы хотите, почему вы хотите, для чего вы хотите. Вам необходимо учиться быть искренней с ним. И ребенок ответит спустя какое-то время вам, возможно, кем-то. Понимаете? Вот так. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Сейчас вы, с точки зрения психологии, действуете так. Он, ребенок, не в порядке, я мать, я в порядке. Эта позиция деструктивная, потому что она принижает другого человека. Исходительно из того, что каждый в порядке, и каждый делает свой выбор, каждый принимает решение, каждый вправе действовать так, как он хочет. До тех пор, пока не нарушается свобода другого человека, то есть ваших. А теперь подумайте, насколько вам плохо от того, что ребенок так поступает. И чем конкретно плохо вам. И все. У вас на самом деле не так много времени для того, чтобы помочь своему ребенку социализироваться. Отступить от идеи конкуренции, от идеи индивидуализма. И повернуться к идее взаимодействия, активного взаимодействия с другими людьми. Для этого у вас не так много времени, чтобы научить ребенка активнее проявлять свои желания. Чтобы не бояться просить о том, чего он хочет. Потому что вранье это и есть проявление страха перед своими желаниями. У вас немного времени осталось. Переходный возраст будет длиться еще года два максимум. Постарайтесь за эти два года успеть дать ребенку все, что можно. И если вы действительно хотите помочь, начните с себя. Начните с работы вместе с психологом над собой. И вы увидите, как работая над собой и меняя свои собственные взгляды, изменится и отношение к ребенку. А изменив отношение к ребенку, вы измените и его самого. Потому что ребенок, несмотря на то, что вас не слушает, все еще, все еще, считает вас очень важной фигурой. Несмотря на свои механизмы защиты. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok